МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я в легком шоке пребываю, потому что ресторан очень амбициозный. Наш Киев устал от подвала. В нашем городе не так много ресторанов подобного размера. Сегодня у нас собралось много гостей, скажем, разных направленностей, но объединяет их одно – это любовь к мясу. Как можно мясо не любить? Не мясоед, однозначно. Любят сочетание мяса и вино, любят эту гастрономию. Слава Богу, что появились в Киеве такие заведения. Атмосфера очень чудная, то есть такая, как и должна быть в ресторане. Люди пришли, они чувствуют себя как дома, то, что называется. В своей собственной тарелке, с собственным куском мяса, с вином в бокале. Мясо и вино потреблялось во все времена, во все эпохи. Это общепринято, что мясо обильно запивается вином. Это непревзойденное сочетание. Соответственно, поэтому мы и называемся биф, мясо и вино. Настопримечательность в этом заведении – плюной стол. Специально пиво сварено для вас в плюной сумме. Этот стол рассчитан на то, что будет сидеть компания, и они могут сами себе наливать пиво. Сегодня была возможность у гостей наших попробовать это пиво, попробовать, как работает эта система со счетчиками. Обратите внимание на столы. Представьте, как удобно 1300 лет, и сегодня на нем вы сможете продегустировать прекрасные блюда от нового киевского ресторана «Пит». Холодный цех. Ну, это внутреннее название – холодный цех. Больше мы называем это производство холодных закусок. Гости, которые к нам приходят, они могут присесть за стойку и смотреть, как готовится их салат, как готовится их карпаччо, как готовится их тартар. Что касается вина, у нас винная стенка целая. Это даже не винная полка и не винный холодильник. Это винная стена, которая от самого низу и до самого верха второго этажа. Здесь в перспективе еще будут и подарки от наших гостей. Вино, которое расположено на этих винных полках, достаточно широко представлено у нас из разных стран. Также у нас сегодня был представительский стол от ресторана. Это сити-кафе «Симпятник». Это небольшое, очень уютное, очень домашнее кафе, которое любят очень многие гости. Шефский стол – это отдельная задумка. В каждом ресторане есть гости, которые хотят чуть больше внимания, которые хотят, чтобы именно шеф-повар приготовил для них что-то неимоверно особенное. У нас есть такая возможность. Меню для шефского стола отвечает от меню, которое действует во всех залах. Допустим, у нас на первом и на втором этаже это особенное меню. И стоит его попробовать. Аргентинский гриль. Это наша гордость. Родом из Южной Америки. Его делали специально для нас. На Украине такого нет. Человек, который работает на аргентинском гриле, должен быть просто суперпрофессионалом. Аргентинский гриль – это правильный маркетинговый ход. Это вызывает интерес. Мясо готовится на виду у гостей. Открытая кухня. Я в восторге. На живом огне, на древесных углях. Древесные угли плодово-ягодные. Для того, чтобы было меньше смол и приятный аромат. И человек, который готовит это мясо, он готовит с душой. Кухня, я скажу, потрясающая. Действительно очень нежное мясо. Очень вкусное. Наши гости могут увидеть воочию, что они будут кушать. На первом этаже у нас есть наглядная пособие. Именно из этих частей нарезается и тот же тигон, и тот же ковбой. У нас есть желание нести культуру потребления мяса и вина. Мясо гордко не забивают. Был розыгрыш мастер-класса. Возможность обучиться правильно готовить мясо и правильно подбирать вино. Знаю, что существует три вида мяса. Сегодня я кушал полусырое. Ух, такое сильное мясо, да. Гости наши становятся профессионалами. Для наших гостей мы пригласили Алену Шептенко и Диму Дегусара. Аргентинский гриль, аргентинская танго. Все огненно, все живо, все ярко. Мясо должно быть всегда в рационе, я думаю, каждого человека. Особенно, если приготовлено качественно и профессионально. Очень тяжело в этом ресторане выделить что-то такое, чтобы вот особенно понравилось. Почему? Потому что все настолько гармонично, все настолько соответствует духу. Фантастика, вкусно, насыщенно и по-настоящему по-мясному. Единственная проблема, что нельзя все съесть. Ну вот, нашли стараться приходить еще и еще, чтобы попробовать все блюда. Ресторан однозначно будет заметным и ярким объектом на гастрономической карте нашего города. Удачи вам и щедрых клиентов. Спасибо вам. Мне вот радостно и даже хочется танцевать. Да, приятное заведение. Самое главное, что здесь душевно. Мы надеемся, что они останутся нашими гостями надолго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова